Тверская область присоединилась к участию во всероссийском социальном проекте «Твой ход – пешеход». Компания направлена на повышение безопасности пешеходов и снижение их смертности в ДТП. На пресс-конференции, посвященной старту проекта, организаторы рассказали о запланированных мероприятиях в рамках компании. В Тверской области в прошлом году произошло более 1700 ДТП с участием пешеходов. В них погибло 188 человек, а 2156 получили ранения. Однако этот показатель меньше, чем в 2019 году. Несмотря на это, пешеходы остаются одними из самых уязвимых участников дорожного движения. За последние годы количество ДТП с участием пешеходов действительно сокращается. И только в этом году количество происшествий, связанных с наездами на пешеходов, снизилось больше чем на 15%. Почти на 40% сократилось количество погибших пешеходов. И также на 15% количество травмированных пешеходов. В областном центре для снижения несчастных случаев в городской администрации устанавливаются пешеходные ограждения, чтобы люди не переходили и не перебегали дорогу в неположенных местах. В пешеходных ограждениях именно в тех местах, где они действительно нужны, там, где есть риски возникновения дорожных происшествий, где есть места концентрации дорожных происшествий, установлено более 10 тысяч погонных метров. Обеспечением безопасности дорожного движения занимается Министерство транспорта Тверской области. На модернизацию автомобильных дорог в Верхней Волжье в этом году выделено около 100 миллионов рублей. Установка 6,5 тысяч погонных метров пешеходных и барьерных ограждений, установка 183 светофорных объектов, установка 45 тысяч погонных метров элементов освещения, 82 искусственных неровности о том, что, вот коллеги говорили, это тоже помогает для безопасности. Зачастую проблемы с пешеходами связаны с незнанием ими правил дорожного движения, неумением увидеть опасность и правильно реагировать в критических ситуациях. Другая группа риска – это пожилые пешеходы. Тяжесть ДТП с их участием особенно велика. По данным статистических исследований, 62% человек считают возможным переход дороги в любом месте вне пешеходного перехода при отсутствии в зоне видимости автомобиля. А 80% респондентов уверены, что их безопасность – это задача автомобилиста. Всем известная проблема, когда пешеход идет по пешеходному переходу и думает, что это водитель должен остановиться, пропустить и так далее. 85% неохотно вступают вообще на нерегулируемый пешеходный переход. Вот, казалось бы, здесь эта цифра, с одной стороны, говорит о том, что, может быть, водители как-то не так себя ведут. Но, на мой взгляд, эта цифра еще показывает, что когда человек не знает, как ему правильно переходить, он чувствует себя неуверенным и поэтому лучше старается избегать таких ситуаций. Цель стартовавшей социальной кампании – изменить подход, доказав людям, что знание ПДД – это обязательно условие для обеспечения их безопасности и свободы. Для этого в рамках проекта пройдут семинары, тренинги, консультации, игры, призванные напомнить пешеходам о необходимости соблюдения ПДД. Особое внимание будет уделено детям, которые во время летних каникул много времени проводят на улице. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!